Привет! Вы же помните, я Егор, и с вами снова спецпроект КЗ. И сегодня об открытиях, меняющих нашу жизнь. Вот представьте, идете вы по одной из улиц Казани, ни о чем не думаете, ну как обычно в общем. А улица эта носит имя Евгения Завойского. Кто вспомнит, кто он такой, и что это вдруг целую улицу его именем назвали? Уверен, даже если получится напрячь мозги, единицы скажут, что академик Завойский знаменитый советский физик-экспериментатор. А вот если спросить, чем он прославил себя и Казанский федеральный университет, тут посыпятся практически все. Так вот, Евгений Константинович стал первооткрывателем электронного парамагнитного резонанса. Знаю-знаю, понятнее не стало. КЗ с вами. Сейчас нам все растолкуют. Мы с вами находимся в лаборатории, где ровно 80 лет назад, в январе 1944 года, Евгений Константинович Завойский открыл замечательное явление электронного парамагнитного резонанса. В чем состоит это явление? Ну вот все, кто учился в школе, знают, что все вокруг нас состоит из молекул, что молекулы состоят из атомов, что различных атомов, атомов различных типов в природе всего около сотни, что атом состоит из ядра, ядро состоит из протонов и нейтронов, и вокруг вот этого положительно заряженного ядра вращаются по орбиталям электроны. Орбиталей в атоме может быть много, и на каждой орбитале возможно существование лишь вполне определенного числа электронов. Меньше электронов может быть, но больше определенного числа не может. Так вот, если этих электронов столько, что оболочка заполнена полностью, то такие атомы совершенно не обладают магнитными моментами. А вот если электронная оболочка заполнена частично, не полностью, то атом похож на маленький магнитик, микромагнитик. То есть это что-то вроде такой совершенно невообразимо маленькой стрелки магнитного компаса. Вот что происходит с магнитным, со стрелкой магнитного компаса, если ее поместить в магнитное поле, это известно. Значит, стрелка ориентируется вдоль магнитного поля. Один конец показывает на северный полюсу Земли, второй на южный. А вот если поместить атомы с магнитным моментом в постоянное магнитное поле, то они ведут себя немножко не так. Значит, вместо того, чтобы просто ориентироваться, атомы начинают притесировать вокруг направления магнитного поля. Вот если поле так направлено, а магнитный момент так, то магнитный момент не выстраивается вдоль поля, а начинает вращаться вокруг поля. И вот эта частота вращения весьма большая. Вот если взять поле, ну скажем, вот такого магнита, который использовал Завойский, сделать в нем поле равное 3000 мр стет, то частота вращения будет около 10 миллиардов оборотов в секунду. Много довольно. Но вот если такие атомы поместить в постоянное магнитное поле, заставить их вращаться с такой очень большой скоростью, и одновременно с этим постоянным полем наложить еще и переменное поле магнитное перпендикулярно постоянному, то в том случае, если частота переменного магнитного поля и частота вращения совпадают, то вот эти магнитные моменты начинают поглощать энергию вот этого генератора, который создает переменное магнитное поле. Вот это явление называется явлением электронного парамагнитного резонанса. Поняли? Кажется, проще не бывает. А сколько лет люди над этим думали? Начиная с 16 века. Кроме того, что Земля, в общем, это шар, да, это еще и большой магнит. Эти исследования проводил в 16 веке английский ученый, там, придворный лектор Уильям Гилберт, он впервые доказал, что Земля наша – это магнит, у которого есть плюс и минус. Он даже делал специальные такие модельки внеземного шара, называемые тареллы, и с помощью стрелки компаса показывал, куда компас постоянно, стрелочка куда постоянно показывает. Вот лишь, и, кстати, скажу, что именно Гилберт ввел понятие в обиходе, который все мы используем, понятие электричества. То есть, как он пришел к этому выводу? Дело в том, что он вспомнил древних греков, которые натирали янтарные камушки тряпками из шерсти. Разумеется, такие камушки янтарные, они наэлектризовывались, да, вырабатывало статическое электричество, которому можно, к этому камушку можно было любые мелкие предметы, ну, примагничивать, да, то есть такое явление магнетизма. Что интересно, древние греки называли янтарь электрон, и, получается, от этого явления, притягивание к вот этой мелочи, да, вот всякой, и получил название электричество. Вот, но спустя 200 лет датский физик Ганс Христиан Эрстет, проводя свои опыты, он с помощью электричества нагревал вещи, неожиданно увидел, как у него на столе оказался компас, и при подаче электричества на металлические вещи, если только компас начинал обращаться, то есть он вывел такую зависимость электричества от магнетизма. У меня здесь есть телеграфный ключ, сейчас я замкну цепь и дам напряжение вот на эту вот катушку. Здесь будет магнитное поле, вот, я сейчас нажму на ключ, ничего рыбы не происходит, ничего не слышно, не видно, но если я сейчас возьму вот эту лампу для освещения наших комнат и проведу мимо этой катушки, то мы видим, что лампа загорается. В лампе есть газ, он реагирует как раз на магнитные поля, и лампа загорается. Также можно вот такую лампочку тоже использовать, то есть, ну, чтобы ее зажечь, не нужно так-то вкрутить ее в патрон, но вот такой же фокус можно проделать вспомнить еще наши катушки. То есть, ничего не происходит, да, но если дают ток, то магнитные поля эту лампу зажигают. Да, народ, и это не фокусы. Люди, управляющие молниями, не боги. Они были раньше и есть и сейчас. Плазменный шар Никола Теслы, он придумал первый шар в 1894 году, то есть, это такая колба, из которой был выкачан воздух и закачан газ. По-моему, у него был аргон. Вот. Ну, и один только-только электрод выведен. Когда на него подается напряжение, мы видим, что в этом газе возникают вот такие плазменные образования. Сейчас хочу создать молнию небольшую. Вот, пожалуйста, молния небольшая есть. Вот. Ну, и здесь тоже есть магнитные поля. То есть, чтобы проверить, мы опять воспользуемся нашей лампочкой и этой лампочкой прикоснемся к нашему плазменному шару. Вот видите, она у нас загорается. Вот. Что касается Николы Теслы, конечно, это был маг, гений, волшебник, физик, практик, экспериментатор. У нас есть вот его такая вот катушка Теслы в виде большей мачты. Это его трансформатор Теслы. Вот. И как раз с помощью него он и вырабатывал токи высокой частоты, и с помощью них он и подавал напряжение на вот такие мачты. Для своих опытов в штате Колорадо, в скалистых горах, он оборудовал лабораторию и подавал напряжение на такие большие-большие мачты. И между двумя шарами вырабатывалась молния длиной в несколько сот метров. Настолько была мощная энергия, что соседняя с лаборатории Теслы электростанция вышла из строя. Опыты были прекращены. Вот. Но скажу, что трансформатор Никола Теслы выдавал еще тепловой эффект, и поэтому со временем его использовать стали в медицинских целях. Самое известное, конечно, это УВЧ, то есть то, что можно греть с помощью ультравысоких частот. Это все изобретение Теслы. Ну и Тесла говорил, что мы живем как раз в эфире, а эфир – это наполнение электромагнитных полей, то есть нет пустого пространства. Мечтой Теслы была эта передача больших энергий без проводов в этом пространстве. Он даже говорил, что можно из него, из такого пространства, из эфира можно получать большое количество энергии. Во дают. Что значит знание? Соединяешь два или три элемента и на тебе, и магниты, и электричество, и энергия. Правда, лучше без сюрпризов обойтись. Штуки все-таки небезопасные, особенно в большом количестве. Но давайте вернемся к Евгению Константиновичу Завойскому и его открытию – электронному парамагнитному резонансу. Значит, до Завойского электронный парамагнитный резонанс наблюдать пытались. И, работая в этом направлении, ввел известный голландский физик Гортер. Он как рассуждал? Если энергия поглощается магнитными моментами, то в конечном итоге эта энергия все равно уходит в тепло. То есть тело при поглощении энергии этого электромагнитного поля должно нагреваться. И он вот пытался обнаружить это нагревание образца в момент, когда частота переменного магнитного поля и частота прецессии совпадают. Но у него ничего не получилось. Ну и понятно почему. Потому что этот эффект, он очень слабый. И кроме этого источника нагрева вещества есть масса других. Так что он не сумел заметить нагревание за счет ЭПР образца. А Завойский поступил иначе. Дело в том, что Завойский был страстным радиолюбителем. Ну, радио открыто было на рубеже веков 19-го и 20-го. Радиолюбительство начало развиваться примерно в середине 20-х годов и в мире, и в Советском Союзе. Завойский был страстным радиолюбителем. У него полностью была радиофицирована квартира их с антенной на крыше, с приемниками и все такое прочее. И вот его особой страстью были генераторы. То есть приборы, которые создают электромагнитное поле. Неотъемлемая часть любого такого генератора – это колебательный контур, состоящий из индуктивности из катушки и емкости конденсатора. В катушке сосредоточено переменное магнитное поле, в конденсаторе сосредоточено переменное электрическое поле. Завойский рассудил таким образом. Вот если в катушке есть переменное магнитное поле, то почему бы эту катушку не поместить просто в магнитное поле постоянное, не поместить в эту катушку исследуемый образец, и смотреть, не пытаться заметить нагрев образца в момент резонанса, а посмотреть, что будет с энергии магнитного поля, то, естественно, следует ожидать, что амплитуда генерации будет уменьшаться. Так он вот взял и так и сделал. И получил этот эффект не сразу, правда. Он с 1941 года этим занимался. Правда, он в результате перешел от вот такого магнита вот к такому совсем простенькому магниту, поскольку его генератор работал на частоте совсем небольшой, на частоте 10 мегагерц, это 10 миллионов колебаний в секунду, не 10 миллиардов. Так что поле, в котором наблюдается этот резонанс, получалось очень маленьким, так что ему не нужен был такой магнит, который некоторыми недостатками обладает. А вот он заменил магнит простым соленоидом, в котором поле более-менее однородное, и вот сделал катушку. Значит, сигнал наблюдается только в том случае, если все это находится в магнитном поле и образец находится в катушке. Да, сам не видел, но говорят, что Гортер сам приезжал в Казанский университет в 1969 году на конференцию, посвященную 25-летию открытию Завойского. Ну а в 70-х, не без помощи еще одного выдающегося казанского физика Семена Александровича Альтшулера, явление ЭПР было зарегистрировано, хотя Нобелевскую премию Евгению Константиновичу так и не дали. Уже в 1947 году Завойский закончил заниматься этим ЭПРом, опубликовал он несколько, около десятка работ, вот с момента открытия до того момента, как его забрали делать атомную бомбу. Ну а после того, как он ушел делать атомную бомбу, он стал секретным физиком, то есть совершенно исчез с горизонта, что называется. Говорят, что по этой причине, несмотря на то, что его 9 раз номинировали на Нобелевскую премию, он Нобелевскую премию так и не получил, потому что у Нобелевского комитета правило, человек не только должен сделать какое-то значительное открытие, но и как-то развить его, чтобы это открытие стало доступным для всех. Вот этого не было. В 70-м году Семен Александрович Альшуллер этим занимался наверняка, ну просто решили, что стоит попробовать это, зарегистрировать открытие. Примерно в те же года было зарегистрировано предсказание Альшуллером акустического парамагнитного резонанса. Ну вот я думаю, это все вот череда событий одного плана. Чем же сейчас нам интересны явления, открытые Завойским 80 лет назад? Кто и как его применяет? Чему оно служит в нашей привычной обыденной жизни? Применяется всюду. Геология, медицина, биология, химия, криминалистика, пищевая промышленность. Очень удобный и мощный механизм исследования вещества, какого угодно. Будь то продукты испорченные, в испорченных продуктах появляются свободные радикалы, которые дают узенькую, быстро, очень просто детектируемую линию ЭПР. И вот если взять зуб, соответствующим образом убрать лишнее, то по интенсивности сигнала от этих свободных радикалов, по интенсивности сигнала ЭПР можно рассчитать дозу, которую человек получил. Вот этот ЭПР, он чем хорош? Электронные незаполненные оболочки, они очень хорошо взаимодействуют с окружением. Так что на спектрах ЭПР очень сильно сказываются вот эти взаимодействия с окружением. То есть по спектрам ЭПР можно судить не только о самом вот этом атоме, который этот спектр дает, но и об окружении атома. У нас на кафедре занимаются все-таки изучением кристаллов больше всего. То есть выращивают кристаллы, у нас есть лаборатория роста кристаллов, выращиваются кристаллы для нужд квантовой электроники, для лазеров. И вот эти кристаллы, в том числе, кроме оптики, исследуются еще и методом электронного парамагнитного резонанса. Это очень удобный, очень информативный метод для исследования кристаллов. Вот геологи тоже самое делают, минерологи. Добытчики нефти, нефтепереработчики тоже самое делают. Вот в каждой нефти есть небольшие примеси парамагнитные. И вот по спектрам этих парамагнитных примесей можно сказать не только, что за нефть, но и с какого месторождения и даже сколько лет назад она была добыта. Итак, в итоге мы выяснили, что резонанс заключается в том, что частота вращения магнитных моментов атома входит в резонанс с частотой переменного магнитного поля. Ну а электронным он называется, потому что обусловлен электронной оболочкой атома. Но ведь есть еще и ядерный магнитный резонанс. Его широко применяют в медицине. Про томограф, думаю, все слышали. Вот есть еще ядерный магнитный резонанс, который Завойский тоже искал. И мы даже выяснили, почему он его не нашел. Он даже не то, чтобы не нашел. Вот Семен Александрович Альшулер, его коллега в те времена, вспоминает, что что-то он наблюдал иногда. Но не каждый день. Сегодня наблюдал, а завтра нет. Вот. И мы выяснили, что дело в том, что у него просто магнит плохой был. Вот в этом магните полюса довольно маленького диаметра, и поле между ними, между полюсами, неоднородное получается. То есть в разных точках пространства поле имеет разную величину, а вследствие этого линия ЕМР расширяется, ее становится не видно. Вот мы повторили эксперимент на современных магнитах с его аппаратурой, с аппаратурой Завойского, и видели великолепный ядерный магнитный резонанс. То есть он мог открыть ядерный магнитный резонанс, если бы у него был хороший магнит. Ядерный магнитный резонанс открыли в конце 1945 года. И вот люди, которые открыли этот ядерный магнитный резонанс, открыли его по тем же причинам, по которым Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс. Вот в войну американцы очень интенсивно занимались созданием радиолокаторов, радаров. И в Массачусетском технологическом институте была собрана большая компания знаменитых ученых. И вот они всю войну работали на этот резонанс, на создание радара. Изучили всю эту радиотехнику, поняли, как с ней работать. И в конце концов решили, что ее можно применять и для непрямого вот такого обнаружения различных эффектов. Вот одна из групп, которая получила Нобелевскую премию за открытие резонанса. И две группы были. Они разделили между собой эту премию. Вот одна из групп, воспользовавшись своими знаниями, в сентябре, по-моему, 1945 года, этот магнитный резонанс обнаружила. У них резонанс был обнаружен в двух фунтах парафина. Значит, два фунта – это примерно 800 граммов, около килограмма парафина. Вот они и залили в свою установку, и вот наблюдали этот резонанс. В настоящее время в медицине все-таки применяется пока не ЭПР, а ЕМР – ядерный магнитный резонанс. Вот все эти магнитно-резонансные томографы – это все на основе ядерного магнитного резонанса. Хотя электронный парамагнитный резонанс имеет массу преимуществ перед ядерным. Это гораздо больший сигнал, гораздо более высокая чувствительность, следовательно. В общем, интересной судьба была у Евгения Константиновича Завойского. Благодарные потомки и музей открыли в университете, и улицу в его честь назвали в Казани, и даже премию учредили его имени. Международная премия имени Завойского с 1991 года ежегодно выручается в Казани за научные достижения в области магнитного резонанса. Ведь современные технологии открывают еще больше возможностей для применения этого явления в самых разных отраслях науки. Явление само уже хорошо изучено и служит сейчас просто очень мощным инструментом для исследования всего на свете. Премия Завойского, она выдается за применение ЭПР для исследований различного-различного свойства. И все-таки науку делают люди. Не будем об этом забывать. Круто, что радиодело увлекло не только выпускника и преподавателя Казанского университета, заслуженного физико-экспериментатора Евгения Завойского. Помимо своих научных интересов, он думал и о нас с тобой, его потомках. Оглянись, ты счастливчик, если у тебя есть такие друзья. Все, что здесь собрано в музее, это все из личной коллекции Игоря Ивановича Силкина. Силкин, фамилия в университете, в общем-то, довольно известная. Потому что его брат Николай Иванович был сотрудником нашей кафедры, тоже, к сожалению, уже умер. А Силкин, он пытался учиться на физфаке, но по состоянию здоровья не смог продолжить это обучение. И всю жизнь работал электромонтером на подстанции электрической мехового комбината. И все вот это он просто с детских лет, что называется, очень ему нравились все вот эти железяки. И он собрал, вы видите, очень внушительную коллекцию. В 80-х годах, в начале 80-х Завойский предложил Силкину заняться вот историей открытия ПР. И Силкин начал это делать, и много чего нарыл, и дневники, и кое-какие вон оригинальные железки, которые у нас тут есть, Завойского. Ну и в конце концов, вот, все это превратилось вот в такой небольшой, но очень, по-моему, занятный, интересный музей. Музей появился в 1997 году прямо в той же лаборатории, где Завойский сделал свое открытие. Честно, я не знал, что туда можно просто прийти и все посмотреть самому. Пойду гляну, и вам, если что, советую. Первым экспонатом музея Завойского стала домашняя установка Евгения Константиновича Завойского по электронному парамагнитному резонансу. Она состоит из банки из-под печенья, в которой долгое время семья хранила хлеб, и когда она уже пришла не в годность, Завойский взял ее для создания двухтактного генератора. Корпус печенья из-под пылесоса. Эта установка действительно работала, и сохранились фотографии именно тех сигналов, которые он получал на этой установке. Завойский, когда получил первые сигналы на установке по электронному парамагнитному резонансу металлах, бегал по квартире с восхищенными криками «Получилось! У меня получилось!» Может быть, и у нас теперь все получится. Субтитры создавал DimaTorzok